Здравствуйте, дорогие городники! Сегодня я продолжаю тему о рассаде и поговорю конкретно о сеницах. Вот передо мной сеницы разных культур, которые буквально недавно взошли. Но здесь перцы, баклажаны, они взошли пораньше. Томаты взошли буквально вот-вот недавно. И поговорим мы вот о таких вещах. Итак, первая вещь – это такая проблема, как вытягивание сеницов. И, конечно, одна из основных причин, про которую все говорят – это недостаточное освещение. И по этой причине они могут вытягиваться. Конечно, это очень уважительная причина. Но дело в том, что даже если бывает у человека очень хорошее освещение, вот, например, у меня очень хорошая подсветка и мощная, и, то есть, я могу досвечивать и 24 часа, как положено их, да, первые 3 дня, тем не менее, как вы видите, сеница все равно подвытягивается. Причина эта заключается даже уже не в том, что у меня достаточно света. То есть, если я света делаю еще больше, я это пробовал, то есть, опуская ниже светильник или больше организую как бы светом на дыне, то сеницы у меня начинают угнетаться. То есть, они могут вообще погибнуть. А причина здесь уже не в свете. А причина в том, что я не могу у себя в комнате, как и многие из вас, резко понизить температуру. Дело в том, что после того, как сеницы сходят, им нужно обеспечить обязательно, естественно, хорошее освещение, но при этом понизить температуру аж до 15-12 градусов, а ночью и даже ниже. И такую температуру днем порядка 15-17 градусов, а ночью 12 градусов, вот так вот где-то, такую температуру надо держать почти 5-7 дней. Естественно, дома никто этого достигнуть не может. И достигнуть не может это даже не по той причине, что можно, например, открыть окно, наверное, в комнате, я не знаю, как-то что-то сделать, но это все равно сделать очень трудно. Но еще и по той причине, что через 5 дней им обязательно нужно температуру уже повысить до 22-25 градусов. А представьте, что у вас одни сеницы взошли, вторые взошли чуть позднее, то есть мы так варьировать не можем. То есть каким-то надо уже повышать температуру, а каким-то надо опускать. Поэтому диету очень сложно сделать. И дома, естественно, никто таких условий соблюсти не может. И не соблюдает. Поэтому вы не пугайтесь, если даже при хорошем освещении у вас сеницы, вам будет казаться, что они чуть-чуть вытягиваются. Второе дело, о котором я хочу сказать, что еще вытягивание сеницев зависит и от сорта. То есть чем более высокорослые сорта, в основном их сеницы вытягиваются больше, чем сорта низкорослые. Вот, например, у меня два разных сорта. Они взошли в одно и то же время, можно прекрасно увидеть. Смотрите, как вытянули с эти сеницы, и почти вообще не вытянули с эти. То есть от этого тоже здорово влияет. Еще дополнительно хотел напомнить такой вещи, как нежелательный посев в одной емкости. Вот на примере вот этой емкости я хочу как раз и показать. У меня просто не хватило моих маленьких емкостей. Хотя сортов я сел много и решил все-таки в одну посеять два сорта. Но сорта подбирал, чтобы они были примерно одного плана. Что и как бы у меня думал, что они вот по-любому должны одновременно у меня всходить. Вот, перегородочку сделал, все нормально посеял. И все равно, смотрите, один сорт у меня взошел и взошел раньше, а второй вот только-только начинает всходить. Но пакет, как вы понимаете, я уже с баночки снял. И здесь посеяно было семян гораздо больше. Естественно, они сейчас либо подсохнут, либо если я буду их поливать, то я их просто тоже создам пленку, и они тоже не взойдут у меня. То есть у меня, как бы я их при этом залью. То есть то, что уж зайдет, то взойдет. Но тем более, что мне много семянцев именно такого сорта не надо, поэтому ничего страшного не произошло. Но это еще раз доказывает то, что сеять лучше, конечно, в каждой емкости отдельный сорт. Это уже аксиома мной неоднократно доказана. Что еще хотел бы сказать? Да, вот на примере неплохо, конечно, замечательно растут перцы, баклажаны. Как ни странно, они вот вытягиваются немного. Тоже, конечно, подвытягиваются чуть-чуть, сеянцы, поскольку тоже тепловатые. Но у них уже понижать температуру надо не так, как у томатов, поэтому они и не так вытягиваются при достаточном освещении. Он прекрасный, зеленущий прямо, я вижу, листочки. Это вот сорт, который я сажал одновременно еще в улитку. Вы видите, да, сеянцы примерно одинаковые. Улитки чуть попозже у меня взошло. Но это не по той причине, что там их хуже сходит или что-то. Все, скорее, там чуть поглубже у меня были заглублены семена. Да, да, поэтому, может, чуть попозднее всходит. Но будем дальше мы этот эксперимент продолжать. Продолжать именно тот вариант, что у нас будет лучше и качественнее расти. Рассада. И в конечном итоге, конечно, результат не самой рассады, да, а получения урожая. Потому что рассаду можно вырастить как плохую, так и хорошую. Но всех все равно волнует, а что же в конце. А в конце это плоды. Вот сколько плодов с той или иной способом посадки, рассады, мы про это и будем говорить. Но говорить это будем уже летом, когда у нас будет уже формирование плодов и так далее. Про урожай, когда мы будем разговаривать. Что еще неплохо бы сделать с сеянцами? Что я буду делать сейчас со всеми, своим сеянцем? То есть я буду делать первую разрядку, что ли. То есть их разряжать первый раз. Дело в том, что мне просто столько сеянцев одного сорта не надо. Мне вот, например, нужно вот здесь вот не более 5 всего лишь сеянцев данного сорта. Поэтому зачем мне уже в начале загущать, когда я могу сейчас и у меня будут, поскольку они вот зашли хорошо все. Но семян я сажал много, чтобы вдруг какие-то не взойдут, чего-то. Мам, семена прислали иногда, может и плохо взойти. Иногда вот здесь вот прекрасно взошли почти все семена, наверное, которые я посеял, взошли хорошо. Вот, но столько мне не надо, и мы будем, естественно, сокращать и оставлять уже на этом этапе даже самые лучшие, чтобы корни у нас не переплетались, чтобы нам дальше было легко пикировать их из этой бабайки. И здесь уже смотрю я, да, и выбираю, чтобы мне удалить. Конечно, выбираю удалить, какие близко и какие слабенькие я вот вижу. Вот, например, вот здесь вот это можно сделать вот просто вот ноженками раз вот так остричь, а потом убрать. Или вот этот вот, вот, которые близко и которые слабые и которые слишком вытянутые. То есть я вижу, что они, может быть, бывает такое, что взошли у вас какие-то чуть пораньше, но они у вас еще в пакете, и вот они всех больше обычно вытягиваются. Потом мы когда достали, которые еще вот были петельками, те уже попали под свет, и у тех уже такого резкого вытягивания не происходит. Они обычно, кстати, и сильнее бывают, и лучше тех, которые вот очень высоко вытянулись. Поэтому я вот слабые и вытянутые уберу. И вот сейчас я, конечно, не буду именно оставлять только пять, я как бы уберу сам эти, потом дальше опять буду смотреть, как у меня будут расти. И еще один раз уже почти перед пикированием там за несколько дней уберу и остальные, то есть оставлю именно столько, сколько мне надо распикировать, не больше. Ну, конечно, нужно смотреть на сами листочки. Если мы смотрим, что семидольные листья очень хорошие, да, то мы их оставляем. Но иногда, вроде бы, семидольные листья выглядят достаточно неплохо, но мы даже по семидольным листьям видим, что они не совсем правильные. Вот, немного какие-то либо там рифленые, либо, вот это тоже берем, либо бывает даже вот такое иногда на семидольных листьях, что-то, например, три семидольных листочка. То есть это явно аномалия, естественно, такой семидольный листья лучше не дальше не пикировать и не оставлять. Вот все, что я хотел сказать о семидцах, о том, как немножко с ними обойтись, чего надо бояться, чего не совсем надо бояться и как бы не паниковать, когда у вас чуть-чуть начинает вытягиваться, а свет вроде бы большой, что неплохо бы их прородить, если вы не собираетесь все их распикировать и все высаживать, да, то есть вам надо меньше неплохо это сделать. На данном этапе их не надо, конечно, ничем подкармливать, потому что они могут также вытягиваться, если у них увеличена доза азотов, например, в грунте может по этой причине даже сеянца вытягиваться. То есть здесь в грунте достаточно всего много, и тем более, что первый момент, когда они начинают расти, то есть много они берут еще из самого семечка. Вот на этом все. До свидания, до скорых встреч!